Врачи в один голос уверяют, профилактические медицинские осмотры это очень важно. Они часто помогают спасти от тяжелых заболеваний и более того, снизить смертность. Сегодня мы еще раз поговорим в студии о диспансеризации. Что в нее входит? Добровольное ли это обследование? Как часто нужно обращаться к врачу, чтобы пройти тот самый чекап? И почему многие такие бесплатные обследования просто игнорируют? Наши гости. Полина Фролова, заведующая городской поликлиникой больницы номер 3. Наталья Гусарова, человек, прошедший диспансеризацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Вот честно скажу, мне как человеку, который живет в этом городе, тоже приходило несколько раз оповещение на телефон о том, чтобы пройти диспансеризацию. Но я ни разу не прошла ее, потому что все время думаешь, ну времени нет на то, чтобы пойти в поликлинику, к тому же придешь еще и проведешь несколько часов в очереди. И вот мне кажется, что многие так думают. Почему по-вашему, да, Полин, все-таки люди игнорируют диспансеризацию? Ну такое бывает? Или все же чаще история, когда люди приходят обследоваться? Ну все-таки, если говорить сейчас в разрезе настоящего времени, вектор медицины направлен все-таки на профилактические осмотры и выявление ранних, да, каких-то признаков заболевания. Поэтому большинство людей и большое количество общества все-таки ориентированы прийти. Та часть населения, которая все-таки отказывается от таких профилактических осмотров, она уходит в более меньшую сторону. Поэтому население все-таки, я по своему опыту скажу, что откликается на чаще всего откликается. Ну вот если пришло оповещение, допустим, по телефону, или это как-то по-другому происходит, вот вы мне сейчас тоже расскажете, какой алгоритм действия человека? То есть сразу ему бежать в поликлинику или там пару месяцев подождать? Вот что делать? Ну пути получения информации. Ну как обычно, вот от вашей поликлиники, как вы оповещаете людей о том, что, допустим, ну мне там или вот Наталье нужно пройти диспансеризацию? Различными способами абсолютно. У нас помощь приходит из страховые компании, которые оповещают пациентов посредством смс-уведомлений на электронную почту. Также обзванивает поликлинический колл-центр, который приглашает пациентов для прохождения диспансеризации. А также сам пациент может выразить желание пройти обследование. Обращается в регистратуру поликлиники, то есть и получает всю информацию, что ему необходимо для того, чтобы пройти диспансеризацию. Ну допустим, пришло сообщение какое-то на телефон. Что должен сделать человек? Сразу как-то бежать? Или ему приходит уже сообщение прийти в такое-то время, такого-то числа? Нет ведь? Нет, ему приходит просто оповещение о том, что вы подлежите диспансеризации. Приходите, пожалуйста, обратитесь в свою медицинскую организацию. Человек в первую очередь должен сам для себя сформулировать, сформировать, да, и вставить, грубо говоря, в свой режим расписание, распорядок дня, когда он сможет уделить время для прохождения диспансеризации. На самом деле она занимает небольшое количество времени, то есть здесь в первую очередь стоит желание пациента. Но он это должен сделать быстро или он в принципе может в течение года пройти эту диспансеризацию? Или его ждут там ближайшие месяцы, а потом он придет и скажет, извините, вы свое время уже упустили? Мы ждем вас всегда на диспансеризацию, да, как пациентов, поэтому вы можете в любое удобное для вас время подойти в медицинскую организацию, записаться посредством госуслуг, пожалуйста, и в принципе пройти все необходимые обследования. А выходного не дают сейчас для того, чтобы пройти диспансеризацию? Нет, почему? По действующему законодательству положен, да, один день для прохождения диспансеризации. То есть ты уведомляешь свое руководство и идешь обследоваться? Да. Одного дня достаточно? Одного дня, как правило, достаточно для общеклинических обследований. Дальше вы планируете встречу с доктором по удобному для вас времени, а все дальнейшие уже до обследования, да, или то, что вам положено по прохождению диспансеризации, вы уже планировать можете в течение ближайшего времени. То есть... Вообще, как часто нужно проходить диспансеризацию, с какого возраста это делать? Но вы сейчас ответите, Полин. А сначала Наталью спрошу. Вот как вы считаете, как пациент, да, как часто нужно проходить диспансеризацию и вот с какого возраста вы этим занимаетесь? Я считаю, что каждый год нужно проходить диспансеризацию. Я ее прохожу летом, когда нахожусь в отпуске, у меня есть время. Занимает это не так много времени. Сколько? Ну, в пределах, может быть, чуть больше часа. Всего? Да. А что за час вы сдаете? Ну, сдать анализы все, которые как бы выписывает доктор. Поэтому я становлюсь старше, возникают проблемы со здоровьем, и я думаю о нем, что это самое главное все-таки в нашей жизни здоровье. Поэтому... И у меня есть время, и я всегда ежегодно этим занимаюсь летом. Ну, Полит, давайте продолжим. Да, как часто и с какого возраста все-таки это надо делать регулярно? Диспансеризации, в принципе, подлежат все пациенты, все люди старше 18 лет. Единственное, существует определенная градация по объему обследований для каждой группы населения и лиц в зависимости от возраста. То есть начиная с 18 лет, есть возможность пройти профилактический осмотр. Раз в год он проходится с определенным количеством обследований. Старше 40 лет, естественно, также пациенты все подлежат диспансеризации со своим уже комплексом необходимых мер. То есть, получается, все-таки с 18, ну, можно приходить даже желательно, если ты хочешь знать, здоров ты или нет, а с 40 это уже обязательная история должна быть. Это уже, да, обязательная история. Кому все-таки больше необходимо? Возрастным, да, пациентам? То есть 40 плюс диспансеризация. И зачем? Еще раз напомню, потому что некоторые, наверное, даже не знают, зачем диспансеризацию проводят. Ну, все-таки я бы не привязывалась здесь к возрасту. Я бы советовала всему, вообще всей группе населения проходить диспансеризацию. Для чего мы это делаем? Вектор медицины в любом случае сейчас направлен на профилактику. Для того, чтобы не допустить развития хронических неинфекционных заболеваний, мы должны выявить какие-то факторы риска, предрасполагающие к развитию данных заболеваний, которые несут основной объем причин смертности. Это вот какие чаще всего болезни, да, можно определить и в молодом возрасте, в том числе, если есть предрасположенность? Предрасположенность, конечно, может быть гипертоническая болезнь, то есть болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринные патологии в виде сахарного диабета второго типа, который сейчас очень распространен. Даже факторы риска развития ожирения мы можем повлиять уже, начиная с молодого возраста, то есть мотивировать пациента вести более правильный, качественный образ жизни, тем самым закладывая необходимое вообще в организме человека для того, чтобы предотвратить развитие таких патологических состояний. Наталья, ну к вам еще раз обращусь. Вы сказали, да, что раз в год вы проходите. Есть ли какие-то проблемы в доступности? Ну вот я уже вначале говорила, что мне все время кажется, ну просто зная поликлиники, когда ты заболеваешь и приходишь туда, может быть, еще там ковид наложил, конечно, свои какие-то впечатления. Ты приходишь и все время в очереди находишься, да? Вот что касается диспансеризации, как вообще с доступностью? Были ли когда-нибудь у вас проблемы? Ну хотя вы сказали летом, летом, наверное, попроще. Нет, проблем никогда у меня не было, потому что действительно поток пациентов в поликлинике летом намного меньше. Вы поэтому выбираете летом? И так как я летом в отпуске, поэтому я выбираю вот именно это время, оно для меня удобно. Никаких проблем у меня не возникало. Ну там у вас один человек какой-нибудь до вас, да, от силы было ли? Ну несколько, бывает там 2-3 человека в очереди, но не более. И все там того, что вы сказали, что вы за час все проходите? Да, анализы все. А потом? Ну вот вы же с этими анализами куда-то идете? Потом я возвращаюсь к терапевту и смотрят по результатам анализов, ну и корректируют мое, скажем так, состояние здоровья, если что-то возникают, какие-то проблемы. А вот смотрите, какие-то дополнительные исследования вас никогда не просили пройти, вот еще и заплатить за это? Нет, такого никогда не было. Доступность. А вы ходите вот в эту поликлинику, да? Да, я проживаю в этом районе и поэтому прохожу, конечно, в этой поликлинике. Все это быстро происходит. И к узким специалистам, если есть необходимость, а также обращаюсь через терапевта или сама записываюсь к узким специалистам. Ну вот, Полин, если, допустим, ну мало ли такое происходит, да, и кого-то направят, вот пройдите еще такое-то исследование, но придется доплатить. Вообще это правомерно или нет? Вообще нет. Что касается диспансеризации. Сейчас мы, в принципе, вообще говорим о медицине в системах в рамках ОМС. То есть очень мало тех исследований, которые подлежат платной, да, основе. Поэтому все обследования, которые предоставляют медицинские учреждения, они бесплатны, доступны. И, в принципе, проблем каких-то возникающих вот в этой сфере я не могу сказать, посвятить. Вот давайте еще раз напомним людям, что вообще входит в диспансеризацию. Вот что это такое? Диспансеризация, для начала, это комплекс профилактических мер, направленных на ранее выявление... Ну это мы уже поняли, да. Патологии. Да, и патологии. Что в нее входит, это в первую очередь анкетирование. Как бы не банально это звучало, но по результатам анкетирования можно выявить достаточно много факторов риска, той же предрасположенности, которую доктор впоследствии анализирует и уже более углубленно работает с пациентом. Сдача общего анализа крови, биохимического анализа крови, гормонопредстательной железы, то есть, соответственно, мужчинам, флюорографическое исследование, маммография женщинам, гинекологический осмотр женщинам. Поэтому все вот эти мероприятия входят в диспансеризацию. В любом возрасте или чем старше, еще какие-то добавляются дополнительные? Естественно, есть градация, существует градация в соответствии с возрастом, то есть возрастная категория, каким обследованием подлежит. А вот смотрите, как понять, кто в этом году проходит диспансеризацию? Каким-то образом, как это вы рассчитываете? Вот такой-то год идет в этом году, такой-то год в этом году. Как это происходит? Ну, смотрите, сейчас вообще все у нас формируется в электронной базе, то есть тот пациент, который зашел в поликлинику 18 лет и старше, он в любом случае подлежит какому-то обследованию, то есть это будет в рамках профосмотра диспансеризации, либо же углубленной диспансеризации. А углубленная это что? Углубленная диспансеризация, она также доступна всем пациентам, то есть если раньше приоритет отдавался пациентам, перенесших новую коронавирусную инфекцию, то в принципе подлежат этой углубленной диспансеризации. Все пациенты нужно только изъявить свое желание на прохождение этого обследования. Там больше каких-то обследований? Там немножечко углубленней, да, обследования в соответствии с показаниями. Но вообще вот так вот приходят к какому-то определенному году, да, вот эти какие-то смс-оповещения? Да, да, смс-оповещения вот посредством страховой компании, они рассылают информацию пациентам. И человек может в течение года пройти расследование? То есть есть когда он выберет удобное для себя время? Когда он вставит, грубо говоря, это в свой рабочий режим и график. Наталья, ну вот вы мне скажите еще раз, все-таки каждый год выходит сколько лет подряд? Наверное, около десяти. Зачем? Вот зачем им все равно так часто, я не знаю? Ну, потому что чтобы знать состояние своего здоровья, чтобы если возникнут какие-то проблемы, чтобы их как-то решить оперативно, чтобы быть здоровой. Потому что это самое главное в жизни человека. И если бы у вас там какая-то коллега или там кто-то из ваших учеников спросил, ну вот зачем мне туда идти? Ну вот зачем? Вот вы что бы ему сказали? Я бы сказала, что здоровье – это самое главное. И чтобы вот предотвратить какие-то болезни, лучше пройти раз в год диспансеризацию, чтобы знать, что я здорова, и жить, и наслаждаться жизнью в дальнейшем. А какого-то рода вот у вас находили, да, какие-то вот отклонения от нормы? Что это серьезное что-то было? Ну, серьезное нет, но есть там в плане алистерина, например. Мне кажется, это у всех когда с возрастом? В плане сахара, может быть, чуть больше. Ну, и эндокринная система в том числе. И вы немножко корректируете, да, свой образ жизни после этого? Ну, стараюсь, потому что… Свою какую-то диету себе устраиваете. Врачи мне назначают. Понятно. Витамин, да, тоже. Полин, ну, насколько на самом деле часто удается предотвратить какие-то серьезные заболевания, когда люди приходят на диспансеризацию? Может быть, уже даже и находят какие-то прямо-таки отклонения? Конечно, результатом любой деятельности является выявление у нас заболеваний у пациентов. Очень часто на самом деле регистрируется патология, выявляются факторы риска, с которыми мы в дальнейшем работаем. Поэтому так наотмашь сказать о том, что диспансеризация – это бесполезное явление, то есть нельзя, конечно. Ну, вы все-таки как часто советуете ходить людям и какого возраста? Ну, там, 18 лет, может быть, не стоит каждый год ходить или стоит? Почему? Профосмотр, сдать холестерин и глюкозу и пройти ЭКГ, естественно, в любом возрасте важно и нужно. Поэтому я не привязываюсь к возрасту, а все-таки хочется обратиться к пациентам и гражданам для того, чтобы они более осознанно начали подходить к своему здоровью, более ответственно. Поэтому, начиная все осмотры с 18 лет, для того, чтобы это стало ритмом жизни, образом жизни, и чтобы мы могли работать уже с тем контингентом, который более привержен к врачу, к его подходу и к его дальнейшему ведению. И сделать это, в общем-то, не сложно. Просто прийти в поликлинику, никто не выгонит, даже если вы пожелали просто сами прийти. Да, конечно. Просто назначат время, день, когда вы сможете… Доступность высокая, да, поликлиники работают до 8 вечера, поэтому, пожалуйста, и работающее население… С 8 до 8? Да. И работающее население у нас не останется в стране. А в субботу, воскресенье не останется? И выходные дни. И выходные дни также, да, доктора на приеме. Ну, спасибо вам большое за полную, надеюсь, информацию. Так что приходите. Наверное, надо действительно знать, насколько у тебя есть какие-то проблемы в организме на данный момент, чтобы потом избежать серьезных заболеваний. Мы сегодня говорили с Полиной Фроловой, заведующей поликлиники больницы номер 3, и Натальей Гусаровой, пациентом этой поликлиники. Продолжение следует... Продолжение следует...